В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального студенты со всей России обсудили тему студенческих СМИ. Все это прошло в рамках 10-й ежегодной студенческой конференции «Точка зрения». На ток-шоу обсудили главный вопрос – студенческие СМИ, дилетанты или все же профессионалы? И достаточно ли будет базовых знаний, навыков, полученных в студенческих медиа для работы в профессиональных изданиях? Здесь прозвучала мысль, по-моему, очень опасная, про то, что журналист, который работает в студенческом СМИ, у него есть такая скидка, он имеет право ошибиться. Журналист студенческого СМИ или не студенческого СМИ, он не имеет права ошибаться. И вот с этим, что «Ой, я же могу ошибиться, ничего страшного, вы во взрослую редакцию не придете». Среди спикеров, экспертов и участников беседы состоялась оживленная дискуссия. Этим и было интересное мероприятие. Каждый озвучивал свое мнение, приводил конкретные примеры и давал полезные советы. Не надо обольщаться, не надо думать, что если вы на студенческой площадке, в студенческом СМИ что-то будете делать, и вот это автоматом вас приведет к профессионализму. Всегда надо соприкасаться с большими редакциями. Это стопроцентно, потому что это другая обстановка, это другие требования. Все согласились с тем, что студенческие СМИ – это некая площадка для старта в мир профессиональных журналистов. Студенческие СМИ должны быть нацелены на то, чтобы юные журналисты развивались, учились брать ответственность за написанные тексты и слова. Журналистами становится, это как трава сквозь асфальт. Вас на самом деле мало где ждут. Если вас где-то ждут вот в редакциях, то ждут для того, чтобы быстренько поэксплуатировать. Если вы хотите куда-то пробиться, но вы должны прежде всего над собой хорошо, извините за пошлость, да, вот над собой, каждодневно просто работать. Вы должны больше читать, чем писать. Вы должны больше смотреть, чем снимать. Без внимания не остались и сами студенты. Каждый из них мог задать интересующий вопрос. Согласиться или опровергнуть мнение спикера и привести свои доводы и аргументы. Я считаю, что нельзя говорить о том, что студенческие СМИ – это только детский сад. Это, возможно, тот детский сад, из которого потом вырастут большие профессионалы. Студенческая медиа – это платформа для воплощения идей и задумок, а также для поиска самого себя. Пройдя такую школу жизни, студент, попадая в профессиональные СМИ, чувствует себя гораздо увереннее. Мы все должны понимать, что как только у студента, который пишет, что это в студенческой медиа появится возможность, он тут же уйдет. Вот если мне завтра скажут, уходи из-за вышки, мы завернем тебя в комиссант, я пойду в комиссант. Студенческая СМИ – это площадка, которая позволяет тебе развиваться. Ты каждый день пишешь, ты каждый день что-то снимаешь, думаешь, вообще живешь, вы думаешь, что у тебя есть представление о том, как работать в настоящей редакции. Это опыт и знакомство. Работая в студенческих медиа, можно получить полезный опыт, который обязательно пригодится в будущем. Окунуться в мир журналистики и решить для себя, стоит ли посвятить этому делу всю свою жизнь. Ведь чтобы стать настоящим профессионалом, нужно быть преданным своему делу. Анна Глазунова, Максим Матвеев, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...